Прощайте иксы на автомобилях Лада. Человек, который их придумал, англичанин Стив Маттин, покидает АвтоВАЗ. Вопрос, почему, остался фактически без ответа. По официальной версии, причиной стали личные обстоятельства. Для нас Стив Маттин больше известен как автор Лады Весты, хотя за его плечами есть множество не менее крутых проектов. Ведь до марки Лада, подданный ее величеству, работал на Mercedes-Benz, а затем на Volvo. В Россию Стива пригласил тогдашний глава АвтоВАЗа Игорь Комаров. По легенде, дизайнер и президент случайно встретились на Женевском автосалоне 2011 года, и Комаров сделал Маттину предложение, от которого было невозможно отказаться. К слову, финансовую сторону отношений выяснить никому не удалось. Однако вазовские боссы неоднократно намекали, что новый стилист бренда – один из самых высокооплачиваемых специалистов не только на заводе, но и в мировом автопроме. Впрочем, платили британцу не за просто так. Именно он заново создал фирменный стиль марки Лада и даже сделал X-Mena личным брендом. В соцсетях есть множество фотографий, где отец X-Face фотографируется, раскинув руки и ноги в прыжке. «У русского автомобильного дизайна плохая репутация», – говорил Маттин, однако искренне восхищался классической Нивой. Но при работе над своим первым проектом, концептом Лада X-Ray, решил не использовать вторичные ретромотивы. Буквально за несколько месяцев он придумал ставший знаменитым X-Face, который затем перенес на боковины. Эти X-ы даже породили несколько скандалов. Так бывший глава автоваза Бу Андерсон однажды заявил, что X-Face украл на Митсубише. Что будет дальше? Рулить дизайном Лады теперь будет француз Жан-Филипп Салар, который работал в Румынии и нарисовал второй Дастер и третий Логан. Но эти машины нам пока неизвестны, а вот внешность созданной и Марканы мы успели разглядеть во всех подробностях. Очевидно, что рестайлинг Весты, запланированный на вторую половину следующего года, состоится по программе, прописанной Маттином. А вот дизайн будущей Нивы наверняка почти готовый, предстоит утвердить уже Салару. Так что концепт, показанный на московском автосалоне 2018 года, может оказаться далек от серийного воплощения. Но ближайшим прощальным аккордом имени Стива Маттина станет выход обновленного Ларгуса. Продолжение следует...